Здравствуйте! Мы сегодня пригласили в студию известного эксперта по энергетике Расула Умиталиева. И будем мы говорить о том, что произошло на ТЭЦ города Вишкек в ночь на субботу. Да, в пятницу. Даже не в ночь, а это произошло днем. Днем в пятницу. Днем в 12 часов началась авария. В пятницу? В пятницу, да. А, значит, 26-го. Ну, объявили 27-го утром. 27-го объявили уже в 11 часов. Почти сутки. Через день объявили. С чего началось тогда, скажите? Это вся катавасия. Понимаете, я на ваш вопрос хочу ответить более расширенно, более углубленно. Дело в том, что вот 26-го января 2018 года произошла авария на ТЭЦ города Вишкек. Она считается аварией высокой категории. Дело в том, что она связана именно с жизнью и здоровьем более 500 тысяч человек, горожан нашей столицы. Я бы хотел более расширенно объяснить, почему произошло. К чему привели факты к этим событиям. Дело в том, что, мы знаем, что, значит, в июле 2013 года, значит, был поднят вопрос о модернизации ТЭЦ города Вишкек. Дело в том, что заявку на модернизацию ТЭЦ города Вишкек подали две компании. Обе китайские? Обе китайские. Одна китайская компания, TBI, которая уже у нас занималась строительством подсанкций Датха. Занималась затем строительством линии ЛЭП 500 Датха Киминь и строительством подсанкций Киминь. И эта компания предложила свои, значит, услуги по модернизации ТЭЦ города Вишкек. Она, значит, обозначила сумму 386 миллионов долларов. Другая китайская компания, СМЭК, она предложила, значит, услуги по модернизации ТЭЦ города Вишкек на сумму 356 миллионов долларов. На 30 миллионов долларов они предложили ниши. Вы знаете, что после этого начался скандал, что между не только этими компаниями, да, и правительство, значит, настаивало на принятии решения в пользу компании TBI, которая на 30 миллионов долларов, значит, больше предложила свои услуги по модернизации ТЭЦ города Вишкек. После этого TBI компания, она для того, чтобы как-то сгладить этот вопрос, она, значит, берет обязательства, значит, что в течение двух лет те работники, китайские работники будут именно заниматься обслуживанием модернизированной части ТЭЦ города Вишкек. Затем строительство двух школ и, значит, составление проекта по разработке угольного месторождения Каракеча. Они взяли порядки вот на 20 миллионов долларов, что они на 20 миллионов долларов окажут вот эти вот услуги. Ну, до сих пор о том, что они услуги оказали, да, но сейчас информации нет, и поэтому оказано, не оказано, об этом никто не знает, ну, кроме правительства, наверное. И поэтому вот правительство без объявления, ну, конкурса, тендера, она его признала, значит, что она будет заключать договор с китайской компанией TBI на сумму 386 миллионов долларов. Но здесь основным заказчиком является АО «Литвицкий» станции, потому что ТЭЦ города Вишкек, она является филиалом АО «Литвицкий» станции. Дело в том, что, почему я вот хочу вот об этом рассказать телезрителям, да, зрителям, что ТЭЦ города Вишкек, модернизация ТЭЦ города Вишкек, она шла без техникой мобильного обоснования, без проекта. Ну, я хочу немножко разнесить, что такое техника экономического обоснования, да. Ну, техника экономического обоснования, она, понимаете, значит, определяет о целесообразности строительства или модернизации. Вообще этих работ? Любого объекта строительства, даже дома, да, или кого-то там, заводы, фабрики, да. А здесь вопрос стоит о модернизации ТЭЦ города Вишкек. И там определяется, как его, о целесообразности, значит, о необходимости, да, что надо модернизации сделать. Это просто основание, там никаких расчетов нет. На основании техникой экономического обоснования делается проект. Проект технический, проект. Всех этих работ. Да, всех этих работ, понимаете, ну, начиная с подачи воды, какой уголь будет сжигаться, какие котлогреты будут устанавливаться, какие трубы устанавливаются, понимаете, высоты там, выхолодную трубу, все досконально, понимаете. Там какие будет стоять пульт управления. Ничего этого не было, да? Какая система, автоматическая система управления. Практически ничего не было. Абсолютно. Никаких технических документаций не было. И здесь, понимаете, получается, что вот шло параллельное проектирование и параллельное строительство. Что такое параллельное проектирование, параллельное строительство, да? Вот с Китая заводство оборудование, да? Ну, там какое-то оборудование достали, привезли, и под это оборудование начинает строить. Куда оно подойдет? Оно подойдет, не подойдет. Скажут, давайте половину отрежем. это здесь вот к его уберем да и принципе начали там к его этот модернизации вот именно началось параллельного проектирования и параллельное строительство привезли спроектировали на это оборудование понимаете и начали строить колхоз можно назвать это хуже чем колхоз хуже чем колхоз понимаете даже колхоз так не делается потому что там же все-таки рассчитывает там что сеет как как сей сколько сей а здесь практически понимаете то это колхоз и хаос это было просто волевое решение чьё-то но там бажа да да это было бы было волевое решение делаете вот так и сделайте модернизировать понимаете но там вопрос я почему сказал 30 миллионов долларов да ну там по неподтвержденным данным по неофициальным данным да но я думаю что если некоторые высокопоставленные уйдут с поста это вот это все обнародовать это будет достояние то сколько полу до достоянием вот оставили мог получить для получили они понимаете поэтому нас достоин станет наверно всего крыску народа носили на сегодняшний день говорить преждевременно потому что мы идем не обладаем мы не но мы обладаем но мы мы знаем что о состоянии нашей судебной власти судебной системы ну мы же коллеги же понимаете по несчастью по несчастью понимаете вас обвинили в политических мотивах а меня обвиняет выставили иск по экономическим мотивам понимаете вот на сумму на сумму 1 миллион суммов а ультридская станция не выставила иск на 1 миллион что якобы их я к его ну там вопрос не очистить и достоинства вопросы о стоит вопрос что я нанес им морально моральный вред беловой деловой репутации а ультридской станции ну сейчас суд идет ну будем может ли быть репутацию таких организаций которые строят хуже чем в колхозе нет никакой репутации и поэтому понимать они стараются защитить свою деловую репутацию якобы да вот ну вы знаете что я выступаю вас в основном только на основании документов на основании соглашение на основании счет фактуры поэтому я там прав понимаете там я указала что а вот из станции руководства грубо нарушили закон о государственных закупках но это отдельный вопрос вернемся к тэцу да 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 и поэтому здесь почему я об этом был этот вопрос поднял потому что не было проекта не было поймать и строили колхозным вариантом вот ашар бывает да замесили там грин там шлепали там кривая стена даже да ничего там подправим да то же самое случилось при модернизации на 386 миллионов долларов это 27 миллиардов сомов а дело в том что когда начать поднимался вопрос о модернизации сгорода бешкек я выступил против тогда так же в тринадцатом году в тринадцатом году я выступил против потому что мотивация была такова что нет необходимости ставить двигатель от месседеса в кузов запорожца 60 лет она морально физически устарел этот тест города бешкек а вы хотите и рей не реанимировать не получится потому что там все все по ней изношено все там к его уже старая если строить если строить на 386 миллионов долларов я предложил давайте поставим самые современные технологии тепловой станции четыре тепловой станции четырех районов и на окраине города это можно было найти деньги сделать при срочном 6 миллион долларов получается вот вот он вот они деньги понимать мы же их получили же но здесь понимаете здесь вопрос конечно состоит в том что китайцы они говорят мы вам деньги дадим мы вам деньги дадим вот кредит но может строить наши но будет от наше оборудование наше оборудование в этом не будете иметь претензий какое оборудование завезем это мы зная сами знаем будут его наши специалисты наши строители наши наши строители и полностью контролировать будем мы но может быть то что они вот смотрели до она работает да ну но авария это было на старом оборудовании ну я вам сейчас я просто хочу довести что на 386 миллион долларов да можно было бы построить малые гэсы 4 не то тепловой станции но городе сата понимаете это было одни из моих вариантов другой вариант был игровой год на 386 миллион долларов мы можем поставить просто построить гидроэлектростанции на сусамыри к камере не сара джази или даже верхний на рынке каскад на 386 миллион долларов мы могли построить гидроэлектростанции мощностью 300 мегаватт то что было модернизировано но здесь что получается вот тест города бишкек понимаете на тепловых станциях а себе стоимость выработки электроэнергии и тепловой энергии она 10 раз дороже чем на гидроэлектростанции потому что на гидроэлектростанции единственное основное сырье является вода вода куда и берген богом данного течет она туркурит турбины вырабатывается электроэнергии это одна страна но на сегодняшний день немаловажным в роли играет экология дело в том что 60 лет тому назад тест города бишкека находилась на окраине а сегодня сегодняшний день она уже находится в центре города бишкек естественно при сжигании 1 миллиона 200 тысяч 1 миллион 300 тысяч тонн угля на третьего рода бишкек значит ядовитые газы выхлопные газы и пепел более выбрасывается третьего рода бишкек ежегодно убраться более 20 25 30 тысяч тонн тысяч тонн тысяч тонн и она съедает значит на нас на нас и поэтому вот понимаете вот вся же вопрос стоит никого кто-то все-таки виноват вот что столько в городе бишкек такой смог конечно здесь основную роль играть отец города бишкек на сваривать то что они все говорят автомобили ну понимаете иди там автомобили работать летом еще больше там или вот но такого смогу как сейчас нету же понимаете поэтому здесь на фоне снега может нет к за это будет здесь и здесь и расчеты по не вспоминать вот вот жил массива говорят вот раньше говорили вот электроэнергия почему у нас дефицит почему на саварь пройдет потому что жил массивах ни у одного дома нету дымохода никто не сжигает уголь электроэнергией пользуется а вот сейчас они говорят что виновата частный сектор они жгут что попало уголь сжигает там вот такие дрова сжигают вот они загрязняет диаметральное да противоположно понимать ведь понимать когда надо об этом когда не надо об этом не говорят ну вернемся к тэц и города бишкек дай поэтому и с экологической части с экологической стороны понимаете о переносе переносе тэц города бишкек это было наверное правильное решение но понимаете сейчас в руку туда заложили огромные деньги естественно конечно никто не будет я не пойдет переносить никто не будет да поэтому вот 386 миллиона куда вкладывали бы тепловую сеть или этот тепловую электростанцию или гидроэлектростанции конечно гидроэлектростанции там было бы лучше там конечно там намного выгоднее там срок окупаемость больше было и выработка электроэнергии и оттего себестоимость 10 раз меньше и естественно экологии и крыло самый экологический значит чистый вид выработки электроэнергии это гидроэлектростанции значит далее по тэцу да я почему будет проект дело в том что если бы был составлен проект утвержден до согласован через жем правительство и обсужден обсужден до правительства это был согласован естественно там были бы все вопросы решены на сегодняшний день почему такая ситуация произошла потому что вот два китайских энергоблока энергоблока которые должны были вырабатывать и электрическую и тепловую на сегодняшний день вырабатывает только электрическую электростанцию почему потому что там значит на всех тепловых станциях и даже вот его на т.д. города бишкек который вот советского производства обязательное условие обязательное условие и отмечается проекте принципе тепловые станции без системы химика водной подготовки ни одно тепловая станция не запускается что эта система понимать это система договорачиваться подачи воды дело в том что эта система полностью понимаете там целый систем там сайт насоса стоят бойлер вот говорят бочки но они называются бойлеры там собирается вода и очищается потому что ремесей да от всех примесей вот дома мы чайника 5 но сейчас многие сейчас ставят фильтра да и вот фильтр поставил там практически накипи нет вы искана взяли скипятили и у вас там через неделю там образуется накид это конечно там есть песок там не соли и другие кальций кальций все таки вот там да и поэтому здесь рассчитано потому что там большие огромные котлы и там большой объем воды естественно если большими воды значит естественно а там большое количество примесей естественно там происходит накипь и и чистить очень сложно и поэтому здесь специально специально отказались а водная подготовка очистка туда уже котлы агрегаты котлы агрегаты где греет воду да туда падает уже очищенный вот без соли без примесей естественно там практически не образовывается накид это одно другая почему его вот работать в энергетическом режиме потому что соединение от выхода горячей воды вот с китайских энергоблоков они не были соединены соединены с магистральными тепловым трассами бичкек теплосеть совсем не было не было их не было понимаете то есть они в принципе не могут давать в принципе они не могут давать тепло понимаете и принципе понимаете руководство электрестанции национальных холдинга когда давали техническое здание они должны были это учесть конечно но этого не учли понимаете но я вам скажу вот сейчас некоторые значит руководители компаний обвинять китайские китайские компании как компанию о том что они вот не сделали это дело в том что я же не просили они не они понимаете они наоборот просили наше руководство на компании вот мы хотим и пост хотим построить они как не надо не надо это так же как на дороге вот бишкек из и коль новую дорогу построили но не учли не сделали эти стоп для селя потому что корреста сказал не надо и когда вдруг пошли сели пошли дожди вся дорога была до было размыто было да но это ведь это же это технологии технологии строительстве раз заказчик говорит это не надо они естественно конечно конечно скажет ну скажут если вам не надо мы не будем строить а зачем на себе брать эти лишние обязательства и поэтому здесь что получилось да вот работала доработала там значит 68 котла агрегатов советского производства потому что видите вот на сегодняшний день тэц города бишек разделен на две части здесь но советского производства модернизированные китайские китайская понимаете поэтому вот на старых котла агрегатах советского производства да значит там система химической водной очистки она работала она до последнего момента и поэтому они почти руководство посчитала что этой системы достаточно для того чтобы и к его значит обеспечивать до китайская энергоблоке да и что получилось ведь сейчас будет обвинять вот помните в декабре шел пошел в первый снег и значит все встало все стало понимаете все отключилось все света нету там тепла нету в этот дороге нету и все начали обвинять природный катаклизм ведь понимаете зимой должен западе снег нам и оказывается не знаю ну понимаете ну оказывается и мы не были по готовы к этому на сегодняшний день будут обвинять арктику потому что он туда пришел циклон да ну потому что даже наши тела киргиз гидромет предупреждал заранее месяц уважаемые руководители уважаемые министры через месяц к нам придут холода минус двадцать пять-тридцать она вот сейчас вот сорти начался циклон холодный циклон она прошла россии пришло казахстан вот через неделю здесь не будет у нас и поэтому наши руководители ну понимаете недоценили ситуацию и не готова к этим этим холодом почему потому что вы вчера мы видели эту пресс-конференцию дать и вот молодых руководителей технокрадов технокрадов да мы видели их пресс-конференцию и мы видели состояние турбинного цеха это вот старая часть за там понимаете там мама прошел то там прошел ядерный взрыв такой как будто бы как будто понимаете не окон не дверей не крыши понимаете холоднее чем на улице естественно то оборудование которое вот именно насосы которые давали подпитку и они давали вот емкости да емкости для для хранения воды значит там перемерзли она чего вышли из строя потому что они там бочках жгли что-то мазать они они понимаете они в бочках жгли для того чтобы согреться самим и греть эти трубы но дело в том что ну как я технический работник да как специалист да я тоже главный жирен работал я генеральный директор работал эту систему производства хорошо знаю дело в том что была заморожена вся система были заморожены насосы были заморожены те от его от его емкости заморожены трубы дело в том что в этих котлогрегатах используются трубы высоко на высоко напорные трубы не простые трубы там с китая потому что там используются толстотен и высокопорно высоконапорные трубы потому что там атмосфера доходит до 100 до 200 до 200 атмосфер естественно там используется специально специализированные специальные высоконапорные трубы и они полупались естественно вот они буквально вчера они объявили о том что они запустили 20 и 23 котл агрегат и он вышел из строя потому что сразу сразу да потому что там все потекло потому что трубы разорвали потому что трубы уже они к его устаревшим нет нет ну да устаревшим но в принципе то они в рабочем состоянии они рабочие трубы были но вода замерзла вода замерзла она просто его разорвал разорвал трубы там по нарушен герметически понимать там там микрон достаточно для того чтобы понимать от его отчасти при запуске горячей воды она она понимаете происходит разрыв происходит трещины и естественно она она не попадает в котл агрегат там целая система заморожена и поэтому здесь что необходимо было сделать надо было менять все трубы независимо надо так его там на визуально посмотрели нормально нет там все уже разрушена поэтому дано был все менять менять надо было насосами это надо было эти трубы и знаете вот вчера зам председателя национальных нарихологов компании нурланд сатака говорит что там виноват насос насосе стоял манометр он должен был качать 400 кубов в час а он на к скачал 200 и там она номер показал что все нормально но номер показа 400 я кого показывал а он на качал 200 но я хочу сказать что в ответ что понимаете ну там были журналисты да ну конечно они не специалисты да но дело в том что на диспетчерском пункте на диспетчерском пункте советского производства я не говорю китайского советского там все указывается понимаете видно было что не 400 200 там потому что стоят там понимаете на этих емкостях где вот воду заливает да за потом давать его на котла агрегат там стоят стоят датчики стоят определяет объем воды значит реальный реальная понимаете там стоит датчики стоят который определяет понимает там есть такие датчики специальные которые понимать нижний уровень и верхний уровень понимаете когда нижний уровень от его спускается вода там включается автоматически включается системы включается насосы поднялся до верхнего уровня максимально да да наоборот да и там все видно на на диспетчерском пункте да и говорит о том что там мало не было воды мало бы воды было это просто бред из-за того что один манометр до 1 манометр до показания разный они так заявят но там понимаете там ни один насос там там 10 12 насос стоит ни один насос понимаете поэтому там идет же непрерывный цикл естественно один насос в постоянном работе конечно может выйти из строя и поэтому там идет резерв насос стоит если вышел стоя значит запускается резервные насосы запускается и говорит о том что там вместо 4 скачали качали 200 они правда потому что на пульте диспетчерском будет все показывать но получается все это было обусловлено еще четыре года назад когда только начинали и когда наши заказчики говорили что то не надо это не надо и все это привело к вот такой аварии потому что видите сейчас я винить насос да я думаю что неправильно и вот вчера тот же зам председателя энерго холдинга нора садыков говорит о том что опину мы рассчитываем на минус 23 что после 23 минуса оборудование не работает не работает так хотел бы сказать что тогда если вы знали что минус 23 оборудование работает почему допустить до этого почему не у тебя не утепили турбины цеха почему не закрыли крышу почему не утеплили потому что понимаете там же работает оборудование обледенело там все обледенело все замерзло понимаете а дело в том что там все насосы оборудование работы там горячие трубы проходит там начать его пар выходит понимаете поэтому довести до такого состояния что там минус 23 это понимаете это диверсия может понимать это преступная халатность это это можно сказать что диверсия можно сказать и преступление ну это преступная халат но халатность это еще мягко но это мягко говоря да мягко говоря но видите и вот вчерашнюю пресс-конференцию показала вот интеллект я вчера послушал послушал как отвечал на вопросы журналистов главный инженер главный инженер как-то понимаете этот этот сет это огромный завод конечно понимать огромный завод понимаете там столько труб столько механизмов да и его интеллект интеллект да я сказал ну такой вот умственный интеллект да показал что вас не обвинят что надо помягче наверное как-то да ну еще один миллион не но мне принципе то я в основу с на их словах я лично и ничего не придумал то что они говорят понимаете и поэтому говорит о том что не знать своих обязанностей своих обязанностей на они права свои они хочу знать свои обязанности включать так его а кто должен включать 2 энергоблок китайской на рыбалок не знать об этом он не работал что ли 2 блок 2 год не работал на одном работа 1 1 работа почему ну потому что потому что она вырабатывал электричество и электриста было достаточно достаточно для того чтобы она понимаете тест города бешкет она является регулятором пиковых нагрузок пиклона особенно вот в осенний зенний период понимаете здесь у нас же гидроэлектростанции вы работают естественно у нас две нитки идут и принципе каждая нитка 1000 мегаватт 2000 мегаватт на массиве республики вот который вырабатывает татагульский крупных сегас по одной линии которая идет по сусамуле и вот эти вода такими 2000 мегаватт каждой по 1000 мегаватт естественно это достаточно для того чтобы в осенне зимний период обеспечить север республика электроэнергии а здесь его вот когда происходит там кио понимаете там понижение у него от его снижение выработка электроэнергии здесь она начинает работать тэц города бешкет она просто поддерживает понимаете вот систему до даже тем уровне поддерживать да и все на этом да я что еще хочу сказать вот прошлом году значит бог насмеловал и нас одаренных не было холодов не были у нас понимаете в том году было приточный средь по сравнению позапрошлого года на 150 на 100 процент 1 октября 2000 сената 17 года мы имели девятнадцать с половиной миллиардов кубов воды татагульский это максимум даже предел да это предел все там уже был уже начинает переливаться мать и естественно что объем татагульского водоохранилища является одним из понимаете показателей подготовки к последний период естественно полно тэц города бешкетка начать его она и не надо и не надо и не надо надо зачем строили модернизацию спрашивается вот как раз можно было сделать например вы говорите значит вместо восьми котла агрегатов сделали два вот этих китайских китайских энергоблока да можно было тогда один сделать энергоблок а на вторую половину других денег от 386 можно было как-то изменить вот эту старую советскую тепло часть да ну понимаете я считаю что эти вот оборудование котлогрегаты турбогенераторы а советское производство они они очень надежные очень надежные но они сейчас вышли строя все таки из-за того что условия они не создали а почему вот его они вышли строили мы заставили их выйти из строя мы заставили мы их заморозили понимаете мы их поместили морозильник замерзли а потом хотим чтобы она работала если бы это оборудование вовремя эксплуатировалась бы вовремя профилактика профилактика абсурд там смазывали подчленники понимаете там меня либо двигатели да там такие вот там обмотки меняли бы до добавно еще на лет 50 поработать дело в том что это же оборудование в российского производства они в россии работают и поэтому здесь вопрос понимаете на 380 с миллион долларов была необходимость модернизации я считаю так таковой срочно необходимости не был а это ведь преподносили что вот мы независимость получили встали с колен и вообще там чуть ли не в космос летали ну понимаете но вот эти вот факты же под по подтверждает подтверждать что вообще-то вот сегодня даже признал премьер-министра что вот этот факт аварийная заза группе она подтвердила факт что глубокий кризис в энергосистеме здесь глубокий вот я хочу сказать не только глубокий кризис в системе глубокий кризис государственном управлении до государственном управлении понимаете потому что мы его назначаем к его вот на руководящие посты да вообще некомпетентных непрофессиональных кадров мы назначаем и принципе в энергосистемы сейчас одним из хаосом считается кадровых хаос всех специалистов секс специалистов понимаете от его с многолетним опытом значит профессионала понимаете мы их просто выгнали как говорил президент чикачка понимаете всех выгнали мир сейчас набрали молодых дает я не против молодых да но они компетентны они не профессиональные понимаете и у них отношение совсем другой к работе а почему вот это вот тех кадров давать его высокой квалификации высочайшей квалификации да они знают каждый винт каждый был на тэс города бишки на гидроэлектростанции знать какой болт какая гайка стоит да их всех выгнали с работы а почему потому что они высказывали напрямую о состоянии энергетической системы о необходимости реформирования о необходимости на никого значит вообще дело что делать готовки профессиональных кадров они города говорили напрямую руководство электрической станции национальные технологии и поэтому сейчас кто говорит правду он враг народа понимаете их всех выгнали вот сейчас понимаете все посыпалось вот этот спас и босс а вот сейчас и начинается вот трансформаторы перегорели подстанции перегорели понимаете вот на сегодняшний день 500 тысяч человек значит граждан от жителей города бишки натуральном смысле понимаете страдает дети болеет сами болеет школа закрылись детсады закрылись учреждения закрылись понимаете даже есть тут и закрылись все закрылась понимаете потому что это вот именно она потянула цепочка на потяло принцип домино ведь страдает за же не только жители города бишкек страдает все жители казахстана потому что идет ограничение ограничение идет понимаете здесь жители бишкека вот потреблять 1000 мегаватт это конечно рекордная рекордный день или до сутки потреблять 1000 мегаватт понимаете это почти потребляет 24 25 миллионов киловатт часа лет только бишкек потребляет естественно вот возросли нагрузки на гидроэлектростанции естественно не начали частно работать на максимально работать на износ работать и поэтому конечно не дай бог конечно но любой момент случится может авария и на крупных сельских вес и на татагульский вес потому что они работают круглосуточно они работают так усиленном режиме потому что идет большое максимальное количество нагрузки потребления люди начали нет тепла начали использовать электроэнергию вот некоторые вот микрорайонах вот 4 сутки сидят без электричества понимаете вот представьте нет тепла нет электричества еще от его интернет не работает и через за не работаем эти вот сидим как в каменном веке да что делать что нам говорят что же время у нас закончилось нам надо будет на общей темы еще раз наверно поговорить еще одно интервью сделать если вы не против поэтому смотрите я хочу закончить до а дело в том что я вот вот вы знаете уже ежегодно проходили крупного варя на крупсайский вес особенно в конце года и на татагульский вес тогда я всегда обозначил и предлагал создать не правительственную комиссию а государственную комиссию и на сегодняшний день я тоже предлагаю создать государственную комиссию с участием депутатов джор киниша депутатов столичного киниша значит надзорных органов правоохранительных органов спецслужб и с участием независимых экспертов и ведь понимаете цель-то не наказать всех понимаете а цель а ты по это государственной комиссии не правительственной комиссии не межведомственной комиссии потому что там ничего мы даже не узнаем и сильных причин да ведь самое главное определить истинные причины почему произошло все саму ситуацию до саму ситуацию почему-то произошло из-за чего это произошло это надо выяснить надо исследовать выяснить во вторых надо все-таки определить конкретных виновных лиц потому что они должны нести ответственность это не тот тело который там гайку дарага повернули манометр не тот кто дал кому кто дал кто не дал команду понимаете кто подписал соглашение кто подписал к его акт приемки вообще в принципе пришел что вот так надо модернизировать вот так модель и ну до этого мы не доберемся а и в третьих третьих да вот основная цель этой государственной комиссии это понимаете значит принятие предложения по принятию мер действенных метод по недопущение подобных аварий будущем будущем понимаете поэтому цель так от государственной комиссии не только наказать тогда там там уголовно казать тоже надо но обязательно обязательно потому что здесь я же повторяю здесь более 500 тысяч человек граждан крыса дает жители столицы они пострадали понимаете вот выпас я страдал я вы страдали я страдал понимаете поэтому не с должны синие отнести конечно ответственность вплоть до уголовной ответственности вот сегодня буквально генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по значит аварийно тест города бишкек по статье халатность я считаю это неправильно потому что если рассмотреть будет значит по статье халатность это и стен тест города бишкек дальше не уйдет расследование да там не уйдет да скажет кто заморозил кто не досмотрел то стекло не поставил то крыши на все на этом а фактически там этот вопрос высок категория в апаре высок категория то это значит аварий глава глобального штаба для как для кыргызстана понимаете там сейчас не подсчитаны материальные и материальные ущелья потому что каждый значит граждане каждый житель он потерпел и моральные материальные ущелья к этому еще не дошло поэтому в принципе там ничего надо статьи надо увеличить там надо надо добавить превышение должных полномочий мошенничество и служебный подлог вот это будет более и более расширенный пометод мы можем как-то наказать вот действительно виноват а действительно виноват понимаете в таких ситуациях да вот цивилизованных странах да они уходят в отставку просто уходят в отставку извините я вот ну не смог оказать ваше доверие извинился в ушу нет у нас до конца здесь пока не придешь с кресла пока не выбросишь на улице он сидит там понимаете это даже после того как прошли выборы сидят более того они говорят на герой мы говорит предматривали предотвратили крупнейшую аварию потому что если ты на тэс города бишкек мы вовремя не сделали бы модернизации то вообще говорит все перемерзла бы все было вымерло бы и город бы к его полностью был бы уничтожен обесточен да а есть такое мнение а если не сделали модернизации оставили бы вот советского производства котл агрегаты турбогенераторы их бы если бы смазали вода обслужили бы может бы она лучше бы работала может быть не был такой аварии есть такое предположение примета ведь кто занимался модернизации да то был заинтересован да они вы заметили что битва в одну точку они говорят китайская то очень вообще ни в чем не виноваты они хочу хорошо работали и сейчас работает хорошо даже оба не оба не тоже разговор не видите вот советская старая оборудование виновата и поэтому ведь и они все-таки оправдывать себя и оправдывает значит процесс модернизации тэц города бишкек установки дух китайских энергоблока спасибо большое у нас уже просто время вышло говорить можно было бы еще больше но будем надеяться что все-таки какие-то меры будут приняты чтобы чтобы найти настоящих виновных кто принимал принципиальные решения а не те исполнители которые были на низком я хочу два слова добавить дело в том что понимаете но это 2018 год 2018 год через 7 8 месяцев опять же придет придет зима и поэтому понимаем не будем и поэтому боем и поэтому мы должны разобраться в этом для того чтобы не допустить подобных аварий зимой 2018 18-19 годов понимаете чтобы не было этого чтобы мы понимаете говорили что отец работает штатным режиме жителя обеспечены горячей водой теплом светом значит газом понимаете поэтому если вот этот вынесет наверно я сомневаюсь что будет создана государственная комиссия но любом случае мы должны все-таки значит узнать истинные причины узнать истинных конкретных виновников и определить что нам нужно сделать для того чтобы подобные аварии не на тэц вообще вообще на других значит стратегических важных объектов не совершаются такие аварии спасибо большое мы сегодня обсуждали аварию на тэц и несколько затронули общие проблемы энергетики и вообще государственное управление у нас гостях был известный эксперт по энергетике расул он виталиев спасибо вам до свидания а и и и и и и Продолжение следует...